17 детей и 34 взрослых эвакуировали из-за паводка в Казачинск-Коленском районе. Там действует режим ЧАЭС. Подтоплены дома и приусадебные участки. Метеорологи дают неутешительные прогнозы. Вода продолжит пребывать. Подтопление возможно и в Катанском районе. Всю последнюю информацию о ситуации собрал Олег Фёдоров. Вода не уходит из-за того, что нету рова. Почему нет администрации? Людей топит, мост подмывает. Вы потом вообще не попадёте сюда. Попасть сейчас в отдалённые населённые пункты Казачинск-Коленского района можно только на спецтехнике. Из-за обильных осадков затоплены оказались 4 участка местных дорог. А 5 деревень отрезаны от автомобильного сообщения. Короче, дорога Ахтунг полный. Мы даже до вас не доедем. Только на ногах. Здесь всё, короче, асфальт, всё плывёт вообще. Всего в районе около 120 приусадебных участков ушло под воду. В том числе грядки с посадками, затоплены теплицы. Кому повезло ещё меньше, так это люди, в домах которых вода зашла. Почти 50 зданий пострадали от стихии. По данным регионального МЧС, 51 человек, в том числе 17 детей, пришлось экстренно эвакуировать из зоны паводка. Все люди разместились у родственников. Сообщение осуществляется посредством водного транспорта. Запас продовольствия и медикаментов в населённых пунктах имеется. В готовности находятся пункты временного размещения. Задействована группировка сил и средств в количестве 44 человек и 19 единиц техники. После того, как вода уйдёт с участков, жителям начнут оказывать помощь. Но для этого нужно будет оценить последствия паводка. Этим займётся специально созданная комиссия из правительства области. Она уже направлена в район и следит за ситуацией. После падения уровня воды будут приняты необходимые меры по отсыпке дорог. Также работают специалисты энергетики по линиям электропередач. Ожидаем в ближайшее время ремонтной работы на той линии электропередач, которая оказалась повреждена вот этим подъёмом воды. Сейчас уровень воды в реках возле подтопляемых населённых пунктов выше в среднем на 30-35 сантиметров критической отметки. Вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями вылетел и в Катанский район. Там также может подняться река Нижняя Тунгуска. В районе села Подволошино возможно затопление пониженных участков местности. На помощь людям отправились и 10 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда с плавсредствами. При этом осадки в районах продолжатся. Ожидаются мощные ливневые дожди. Олег Фёдоров, новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова